МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Сирена Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Предновогоднее чудо, как в Сарове разрешили мусорный коллапс. Плюс 35 единиц оборудования на 115 миллионов рублей. Главный врач рассказал об обновлении аппаратуры в клинической больнице номер 50. Праздник в кругу друзей. В Совете ветеранов отметили Новый год. Далее расскажем по всем подробно. До праздников всего ничего, а мусор во дворе лежит третий день. Десятки подобных обращений поступили в нашу редакцию. И хотя вопрос с вывозом мусора постепенно начал решаться, вопросов к коммунальщикам и региональному оператору остается много. Из-за чего в Сарой произошел мусорный коллапс, и как не допустить повторения этой ситуации, разбиралась наша съемочная группа. Мусорная реформа 2019 года переложила ответственность за вывоз твердых коммунальных отходов на региональных операторов. Сбоевых работе, к сожалению, не редкость. Подобную ситуацию саровчане наблюдали на этой неделе. С понедельника мусор копился во многих дворах города. Возмущенные горожане жаловались управляющим компаниям. Однако у них по новому законодательству практически связаны руки. После трех-четырех дней застоя мусор начали вывозить. В первую очередь мы всегда стараемся нейтрализовать вот эту негативную ситуацию, которая возникает в первую очередь у жителей. Ведь жители всегда звонят куда? В управляющую компанию. Мы объясняем, рассказываем. Все доходчиво пытаемся объяснить, что в конечном итоге от управляющей компании вывоз мусора не зависит. Я повторюсь, это зона ответственности регионального оператора, а не управляющей компании. Как выстраивать диалог с региональным оператором? И главное, какие меры предпринять, чтобы подобные мусорные коллапсы в нашем городе не повторялись? Найти ответы на эти и другие вопросы представители управляющих компаний пытались на совещании в департаменте городского хозяйства. Мы все, повторюсь, работаем в одном и той же плоскости, в одной и той же области. И у нас задача не усугублять ситуацию, а попытаться совместными усилиями решить этот кризис, в который мы зашли. Диалог управляющих компаний с регоператором в правовом поле – первый шаг в решении подобных проблем. Редакция канала «16» продолжит следить за развитием событий и информировать вас о том, какие шаги будут предприняты для предотвращения подобных ситуаций. Реанимационная система для новорожденных, офтальмологический лазер, флюорограф. 115 миллионов рублей в этом году клиническая больница номер 50 потратила на закупку оборудования. Большая его часть уже используется. Какая еще аппаратура появилась в поликлиниках и отделениях, КБ номер 50, рассказал главный врач Игорь Лошманов. Потребность в новых врачах в клинической больнице номер 50, хотя и снижается, но все еще остается большой. Благодаря программе привлечения кадров в 2022 году на работу пришли 12 докторов. Из них 8 – молодые специалисты. Педиатр, детский ортопед, офтальмолог, хирург, гинеколог и представители других востребованных специальностей. Еще 15 врачей сейчас учатся в ординатуре. В этом году в ординатуру поступили по специальностям у нас специалисты травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация, ультразвуковая диагностика, детская эндокринология и офтальмология, врач клинической лабораторной диагностики, эпидемиолог и неонатолог. Также первичную переподготовку проходит реабилитолог и рентгенолог. С февраля на переобучение отправится будущий онколог. Среди мер по привлечению кадров – покупка служебного жилья. В фонде больницы 22 квартиры. 20 из них заняты, а в ближайшее время сключат договор на покупку еще одной. Средства на эти цели выделяет Росатом. К услугам молодых специалистов и их пациентов новое современное оборудование. В этом году больница приобрела 35 единиц техники и аппаратуры на общую сумму более 115 миллионов рублей и три автомобиля «Лада Гранта» для нужд поликлиник. Большая часть оборудования уже поступила введена в эксплуатацию. Среди них оборудование по эндоскопии, функциональной диагностики, офтальмологии – это все в рамках национального проекта мононизации первичного звена. Лабораторное и операционное оборудование поступило, в том числе операционные столы и светильники операционные. Это в рамках национального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Уже работает новая реанимационная система для новорожденных в акушерском отделении и офтальмологический лазер для проведения высокотехнологичных операций на сетчатке глаза. Скоро смонтирует флюорограф в первой поликлинике. Также появится система водоподготовки для гемодиализа и новый рентгеновский комплекс для приемного отделения. В этом году были выполнены частичные ремонты туберкулезного корпуса и терапевтического корпуса. Ремонты закончены. Продолжается капитальный ремонт в здании инфекционного корпуса. К сожалению, вследствие удорожания материалов, сроки сдачи сдвинулись. К лету подрядчики нам обещают закончить работу. Ну и там есть еще один момент. В здании 56-го года постройки долгие годы там вообще не проводилось никаких ремонтов капитальных. Выявляются в ходе ремонта работы скрытые работы, которые не вошли в проект. Решаем эти вопросы с помощью привлечения собственных средств. Также больница выполнила текущий ремонт в разных отделениях. Огромным подспорьем для КБ номер 50 стало участие в совместном пилотном проекте ФМБА и Росатома «Совершенствование качества и доступности оказания медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации». Благодаря этому отремонтировали входные зоны во всех поликлиниках города. Минпросвещение утвердило единую программу дошкольного образования. Она позволит сформировать у детей основы гражданской культурной идентичности, приобщить их к традиционным духовно-нравственным ценностям. Министерство считает, что новая программа создаст качественные условия дошкольного образования вне зависимости от места проживания. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Два человека погибли в аварии в Дивеевском районе. Еще двое попали в больницу с множественными травмами. ДТП произошло днем 28 декабря на автодороге Дивеево-Арзамас при повороте на Первомайск. Водитель КамАЗа при движении со спуска выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Рено Логан и Газелью. Водитель Логан и пассажир Газели скончались на месте. Еще двоих госпитализировали в центральную больницу Арзамаса с тяжелыми травмами. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Саровчан приглашают на показ фильма «Время собирать камни». Он создан нашими земляками Романом Сванидзе и Александром Гусихиным. Рассказывает о заброшенных храмах Нижегородской области. Кино покажет 5 января в 15 часов в Центральной городской библиотеке мимо Яковского. После просмотра фильма зрители смогут пообщаться с авторами. Вход свободный. Для лиц старше 6 лет. Фейерверки, свечи и петарды – неотъемлемый атрибут встречи Нового года. Какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не оморочить праздник неприятным инцидентом и не причинить вред себе и окружающим. До трех пожаров в нашем городе происходят каждый год именно в период новогодних праздников. Особо огнеопасна сама елка, тем более если она искусственная. Стоит повнимательнее присмотреться и к гирлянде, что ее украшает. Зачастую их могут делать из некачественных материалов. При покупке той же самой елки либо гирлянды и даже пиротехнических изделий нужно обязательно просить сертификат. Если есть сертификат, соответственно, там все прописано. Сертификат, какое это изделие, какого оно класса горючести. Но не все, конечно, понимают, о чем я говорю. Но сам факт того, что если есть сертификат, соответственно, данный вид продукции лицензированный, и он прошел проверку. Пиротехнику нужно покупать в магазинах, а не на рынках или с рук. Осмотрите коробку. Если она повреждена, разорвана либо помята, салюты нельзя использовать. Также обязательно посмотреть срок годности фейерверков. Запускать пиротехнические изделия могут только лица, достигшие совершеннолетия. Нельзя запускать их из рук. При запуске пиротехнического изделия, самое главное, нужно выбрать площадку для данного запуска. На упаковке, на каждой изделии, должна быть прописана инструкция. Вот в инструкции прописано, какое расстояние, минимальное расстояние должно быть от зданий, сооружений, от деревьев, от линии электропередач для безопасного запуска. Вот это есть на упаковке. Запускать фейерверки с балконов также запрещено. Лучше потратить пару минут выйти на улицу, обезопасив себя и близких. Ни при каких условиях нельзя направлять фейерверк на людей, либо в окна домов. Новый год – семейный праздник, но и для друзей время нужно найти обязательно. В канун праздника Совет ветеранов собрался большой и дружной компанией, чтобы по традиции проводить уходящий год. На встрече побывала и наша съемочная группа. В этом году коронавирус немного ослабил хватку и позволил пенсионерам города собираться на очные встречи. Несколько праздников прошло в Совете ветеранов. Мужчин поздравляли с 23 февраля, а милых дам – с 8 марта. Собирались пенсионеры 1 апреля и традиционно в преддверии Дня Победы. Не обошлось в этом году и без поездок. Поездки были в Барки на фолькторный фестиваль, там у нас проходит. Потом были поездки в Пензу, Нижний Новгород, Саранск. Вообще, надо сказать, что у нас было много чего. Потом после этого был осенний праздник здесь был у нас. Праздник был посвящен осеннему урожаю. Потом еще праздники были после этого, два праздника. Ну вот так вот мы, так и живем. Пенсионеры не только отдыхают. В течение года они собирали посылки для мобилизованных и добровольцев. Сами вязали для солдат теплые вещи или покупали, отправляли на передовую термобелье. К новому году отправили пять уже посылок, таких коробок со сладким всем. Там было и варенье, и конфеты, и вафли. В планах Совета ветеранов на следующий год съездить в Йошкар-Алудзе, Жинск и другие города. Ну и, конечно, не обойдется и без традиционных посиделок в кругу друзей с чаепитием и концертом. Поздравляю действительно всех ветеранов города, всех, независимо от продвижности к организации. Мы все ветераны, мы все пожилые люди. И хочу пожелать им всем хорошего здоровья, во всяком случае. И, естественно, чтобы они жили счастливо, весело, весело, главное, чтобы было. И дай Бог им здоровья еще на долгие годы. Нарядная елка, праздничный стол и фейерверк – непременные атрибуты встречи Нового года. Но то, что приносит радость людям, может травмировать домашнего питомца. На что нужно обратить внимание владельцам собак и кошек. Новый год не за горами. Это значит, что многие люди закупаются фейерверками, салютами и петардами, не задумываясь о том, что пиротехнические представления для четвероногих питомцев – большой стресс. Услышав громкий звук, некоторые собаки сбегают от хозяев и теряются. Опытные собаководы уже точно знают, что в период праздников пушистых друзей нужно водить на поводке и надевать на них ошейник с адресом и номером телефона. В момент тогда, когда она испугалась, побежала, неважно чего, фейерверка или еще чего-то, собака не слышит вообще ничего. Поэтому она несется, и когда она выйдет из стресса и проснется, непонятно, где она водит, она не поймет. Поэтому тут же идут потери. Что и происходит у нас, что мы видим в чатах во всех потери собак. Поэтому адресники и собаки на поводке. И стараемся гулять в тот момент, когда поменьше салютов. Важно помнить о своих питомцах и наряжая елку. Если дома есть кот или собака, то под запрет попадают мишура, дождик и даже гирлянды. Если бы мы уже ставим елки, значит мы без всякой мишуры и без всяких бьющихся игрушек. Игрушки тоже, понятно, бьющиеся, чем это все грозит. Электричество тоже понятно. Я не уверена, что, например, тоже опять же по своим посмотреть. Я своих не уверена, что они не перекусят провод от лампочек или еще чего-нибудь не сожжут. Или я приду домой, а у меня елка валяется внизу. Также Светлана Романова напоминает всем хозяевам, что нельзя кормить четвероногих праздничной едой со стола. Никаких салатов, сосисок, шашлыков, копченостей и другой вредной пищи. Мы едим отдельно, собачка ест отдельно. Собачке можно купить, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку другую именно собачью и дать ей, пускай она занимается этой вкусняшкой. Иначе я вам тоже, опять же, хочу напомнить, что ветврачи тоже люди, и поэтому в момент праздников они тоже отдыхают. Поэтому если что-то случится с вашей собачкой, не факт, что какой-нибудь из ветврачей придет вам на помощь. Следите за своими питомцами и старайтесь выполнять все правила собаковода. Тогда ваш любимец будет жить долго и счастливо. Новогодние каникулы – прекрасная возможность приобщиться к лыжному спорту. Во время катания на лыжах повышается выносливость, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, повышается иммунитет. С 1 января на лыжной базе открывается прокат сноутюбингов и лыжного инвентаря. Также для катания будут доступны оборудованные трассы. С 1 января на лыжной базе начнет работать прокат лыжного инвентаря и сноутюбингов. В наличии порядка 55 пар лыж и 50 ватрушек, как для взрослых, так и для детей. На территории базы есть несколько лыжных трасс, которые подготавливают бураном или ратраком. У нас традиционные трассы – это 5 километров спортивные, но по ней можно не только 5 километров проехать, можно проехать и 2,5 километра, и 3 километра, задействовав при этом поляну. Это трассы, скажем так, с перепадом высот, то есть для более профессиональных спортсменов. Есть также трассы, которые мы укатываем по поляне – это 1 километр, 2 километра, 3 километра. Чтобы взять на прокат спортивный инвентарь, необходимо оставить в залог любой документ – паспорт, пропуск, водительские права. Прокат работает 1 января с 12 до 20 часов, со 2 по 8 января с 10 до 20 часов. А у профессиональных лыжников сезон уже стартовал. Первые состязания прошли в ноябре в Хакасии. В декабре воспитанники с шоуратом также приняли участие в городских и во всероссийских выездных соревнованиях – в Тюмени и в Сыктывкаре. А 31 декабря в 10 часов лыжная база приглашает всех воспитанников спортивной школы на новогоднюю гонку на призы Деда Мороза. А дальше уже крупные проводим соревнования с 6 по 8 января – это чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжным гонкам. Приезжает более 200 спортсменов. Приезжают в основном спортсмены Нижегородской области. И также в этом году мы планируем привезти молодежную сборную России, чтобы также ребята приняли участие в наших соревнованиях. За более подробной информацией о прокате инвентаря обращайтесь по телефону 4 98 13. А за новостями спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» следите на сайте школы или в группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!